Поехали! Продолжаем разговор. Сегодня в эфире мы говорим на тему «Техномагия» Петра Петровича Горяева и сказитель Юрий Вениаминович Гомонов. В первой части очень интересный доклад прозвучал, и я думаю, что те, кто внимательно слушал, обратили внимание на то, как проникся Юрий вот этой тематикой, и как он провёл параллели между тем, что было в древности, и с тем, что есть сейчас. И, в общем-то, получается, что он, в общем-то, Пётр Петрович, сделал простое. Он понаблюдал за тем всем делом и вывел тот простой закон, который в этой жизни существует. Другое дело, что многие учёные не принимают. И вы даже как-то были у нас выступления на радио, когда известные люди говорили, «Ну вот, я как-то так не особо согласен с тем, что там происходит. Ну кто такой Горяев там?» и так далее. То есть в учёном мире неоднозначно принимается многое, что. И бывает, вот один человек, которого не принимают, он говорит про другого, которого не принимают, что он тоже не принимает. То есть даже вот такие. Не то, что там, да, ты смеёшься, но на самом деле это смешно. Но получается, и того, и другого, например, могут не принимать, говорят, что это шарлатанство, всё, ничего этого нет. Но вместо того, чтобы объединиться, эти люди начинают друг с другом так это фехтовали, такое устраивать, типа сам дурак. А как ты думаешь, вот в этом случае, что стоит, что нужно сделать тем людям, которые вот что-то новенькое открыли, ну хорошо забытое, старое, да, новое, и когда их между собой начинают так стравливать, что, стоит ли так фехтовать, что ли, друг с другом выступать и вставать в оппозицию друг к другу или как-то по-другому отнестись? Знаешь, когда я был ещё совсем юный, и для того, чтобы чувствовать себя немножко умнее, чем я был на самом деле на аудитории умных людей, я заучивал фразы разные, умные, на латинском языке и не только. И я запомнил одну фразу, я с ней пришёл всю свою жизнь, это сказал Данте, он сказал так То бишь, иди своей дорогой, и пусть говорят, что хотят. Понимаешь? Слава Килая, караван идёт, лучше сказать, ещё будет точнее. То бишь, я думающий, ищущий человек. Естественно, если я думающий, ищущий, я где-то что-то нахожу, стоящий, я где-то выпадаю, какие-то ошибки, это естественно. Но если я честен перед собой, я что вижу, то и говорю. Я не боюсь сказать то, как я действительно понимаю происходящее. И само собой существует большая прослога людей, которые живут в состоянии инертного сознания. Сознание инертное и не любит перестраиваться. И когда кто-то вдруг выскакивает, ребята, всё не так, правила или поменялись, все начинают бухтеть. Так было хорошо в этом болоте интеллектуальном. Вот пришёл какой-то придурок, и давай всех перенастраивать. А это больно, это болезненно, это тяжело. А который проходит какой-то момент, все подстраиваются по тому же, подстраиваются по тому, что Петрович Горбуды. Да это же очевидно. Но мы там всегда знали, мы это всё прекрасно понимаем. Но необходимо время. И здесь такие люди, они всегда подвергались никому эстратизму, отрицанию. Меня за мои дела тоже внесли в список фриков. Есть какой-то CAT организация. CAT по-бурятски, буквально перевод задница, такая есть языческая организация. Они меня внесли в список фриков. Ну, бог им судья. Вот я пытаюсь понять, как реально устроен мир. Я всегда честно говорю то, о чём я думаю. Хорошо, мне это очень интересно узнать. Понимаете? Не навязывать им некую истину, не стоять в пузе знающего и обучающего всех людей. Я скажу, что сам хочу понять. Мне это интересно. И то, что я понимаю и говорю. Возможно, где-то ошибки. Возможно, где-то где-то увлекаюсь. Но я честен перед собой перед вами. И Пётр Петрович, он тоже. Он честен перед собой, перед наукой. Он видит и говорит, а другие видят и боятся это сказать. Потому что это опасно. Это сразу вносят в список нерукопожатных. И его тоже внесли в список нерукопожатных. С ним боятся общаться молодые эспиранты, которые хотят карьеру сделать. Те, кто не думает о карьере, те не боятся. А те, кто хочет карьеру сделать, те боятся вообще к ним близко подходить. Потому что, а он с горяем общался, уже не человек. Но это естественно. И на это не нужно общать внимания. Сознание инертное, массы инертные. Приходит группа апостонариев. Занимается перекодированием массы. Масса перекодируется с треском, с воплями, с шумом. Ну, которые говорят, да вот так далее. Да правильно, так и должно быть. Так что ничего не нужно особо предпринимать. Делай то, что считаешь нужным. А время всё оставит на свои места. Понятно. Я просто имел в виду, что когда учёные между собой, которые, кстати, тоже часто во фриках уже занесены, начинают фрик с фриком разговаривать на таком языке. Ты сам фрик. Да нет, ты фрик. Как-то это выглядит очень странновато. Если уж против вас ополчилась наука официальная, якобы, то в этом случае ещё и между собой скалится, между собой выяснить какие-то отношения и говорить, кто из вас прав, не прав, это вообще как-то умопомрачительно. Тем более, что вы работаете в разных каких-то направлениях и пересекаетесь только в каком-то одном из названий. Вот это меня, конечно, несколько удивляет. Я вот думаю, что надо просто порекомендовать, успокоиться и сказать, ребят, у вас и так есть чем заняться. Вот как ты эту умную поговорочку высказал, да? Там делай, что ты должен делать. Чего тебе обращать внимание на кого-то ещё? Дружись с теми, кто считает, что они тоже что-то интересное разрабатывают. Ну, ладненько, пойдём дальше. Здесь вопросы есть у нас, которые, мне кажется, нашим слушателям более интересны, чем то, что я сейчас тебе задаю. Вопрос от Василия. При суррогатном материнстве ребёнок наследует тело от физических родителей, а вот волновую информацию по Горяеву ребёнок наследует от физических родителей или от суррогатной матери? Как ты думаешь? Я не знаю, что потом подгорит Горяеву. Я скажу, как я это понимаю. А вот ребёнок начинается, так сказать, в акте любви, в страсти. И в тот момент, когда происходит зачатие, вот вся эта энергия, она идёт в ребёнка, отца и мати. И потом она его формирует, и делает его человеком. Любые другие способы зачатия детей – это способы рождения биороботов. Понимаете? Там не будет души. Душа не войдёт таким вот левым способом в тело. Душа не дура, и она хочет реализоваться. Реализоваться в теле неполноценном она не хочет. И здесь нет заказа на ребёнка, здесь есть заказ на удовлетение чьей-то блажей. То есть здесь, на мой взгляд, подтверждённый некоторыми моими знаниями, в общем-то, мы рождаем таким способом биоробота. Это не папа, его не наследует никаких признаков, если наследует только чисто формально. У нас есть своя методика – это спиральный ритуал утренний. Когда я пытался понять именно, как был устроен понтон богов у русских в древнейшие времена, я вышел постепенно на первом ательсе на спираль ДНК, на двойную спираль. Вот она, понтон богов, выглядит именно как ДНК у славян. И вот эта двойная облегчающая спираль – это именно один из символов ДНК. Так вот, в общем-то, у нас есть ритуал определённый, с помощью которого мы создаём вокруг себя вот это поле, поле двойной спирали. И это поле, оно влияет на тело, оно его оздоравливает, влияет на душу. И оно помогает нам выйти именно на свой индивидуальный путь. Вселенной ты нужен таким, какой ты есть. Она не хочет и сидеть, и христианина, и не мусульманина, и не буддиста. Она хочет тебя сделать самим собой. А все эти измы, они пытаются тебя увести с твоего пути. Ты можешь эти системы знать, в общем, частичным им пользоваться, но тупо сказать каким-то учением, он продуктивно. И я не могу сказать на экран, что именно нужно говорить. Это долго, это занимает минут 20. Но есть система у нас, создание вокруг себя, именно двойной спирали, пользованной спирали, которая помогает мне во всех ситуациях и всегда меня выводит к цели, заявленной или желаемой, по максимально комфортному пути, отбивая всякие атаки и всякую недоброжелательность со стороны других людей. Хорошо. Далее. Геннадий Романенко, вопрос эфир. Здравия, Юрий. Знакомы ли вы с трудами Сергея Николаевича Лазарева? Диагностика кармы. Что вы можете сказать о них, если знакомы? Благодарю. Я знакомый. Мы все увлекались этой первой книжкой. Она была достаточно интересная, сказать, но именно в плане клинического опыта его. Я сам кармический целитель и практикую это уже где-то лет 20, работая по системе Московского института йоги Гурор Сантема. И у меня есть свой практический клинический опыт. На эту тему. Первая книга была любопытна именно в силу опыта, которую он излагал. Теоретическая часть очень слабая. И чем дальше книги, от первой до седьмой, это не помню, тем все примитивнее и все тупее. И человек явно уже просто зарабатывает деньги на своих умственных потугах. И вообще не понимает реально, о чем он пишет. То есть первую книгу я советую читать, потому что она любопытна. Все остальное – это чушь собачья. Я бы не советовал вообще это читать. Жестко, жестко так. Чушь собачья. Ну, а что делать? Если я читал, это полная хрень. Человек вообще не справит, о чем он пишет. Что ж такое-то? Злое. Злое. Злое ты некачественное. Знаешь, есть такое, как его называют, у Ломоносова такие стихи. Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где должно действовать умом, он только хлопает рушами. Вот что могу сказать по поводу всех книг, кроме первой. Первой действительно интересной. Ну, вряд ли бы осел написал интересную книгу все-таки. Поэтому, если уж написана книга, и она интересна, и ты ее рекомендуешь, значит, уже не осел. А дальше, может быть, какие-то поправочки были. Ну, вряд ли человек ослом бы стал. Я не говорил, что он осел. Да, я понял. Я понял, ты привел. Он ведь слишком распиарен, незаслуженно распиарен, понимаешь? Вот как я его называю, Мегре. Первая книга интересная, он его пытанная. А потом такая хрень пошла, вроде, не дай бог. А первое интересное, действительно, я с удовольствием почитал первую книгу. А потом дальше сказать, господи, там же человек ляпает, ляпает, непонятно чего. Я хорошо владею информацией именно о ведической философии. Когда я читал книги по ведизму, ну, это просто, это даже не первый класс. Это просто стыдно. Не только публику, даже читать это стыдно. Понятно. В общем, первая книга удачная. Остальные ты рекомендуешь уже особо на них внимания не тратить. Вот как так мягко, если сказать, да. Почтать есть любопытство, но там очень мало. И практически вообще не существует полезной информации. Тут уже не типа, только единые боженники спасутся. Извините меня, это уже, я не знаю, как это называть. Нет, ну, мы знаем, как это назвать. Это его видение, которое иногда других людей куда-то выводит в сторону, может быть, вот с этой точки зрения. А с другой, видите, ну, может, кому-то это тоже надо? Ну, понимаешь, говно тоже кто-то есть, извините. Что ж такое? Эфир такой натуралистический. Ну, да, давайте. Ну, короче, все чему-то надо. Знаешь, этот, как бы, Антон Павлович Чехов как-то сказал, вышел на станции, подошел к буфету, увидел жареную рыбу, липкую, дурно пахнущую. Стоишь и думаешь, неужели это кто-то будет есть? А ведь находится. Классика, да. Сусть не пропадает. Просто мы решаем, что мы едим. Вонючую рыбу или качественную еду. Вот о том речь, в общем-то. И в любом случае, любая информация, она, ну, кому-то в чем-то полезна. Это естественно. Вопрос уровня и выбора пути. А так в природе ничего не пропадает. Да. Ну, ладно, хорошо. Твоя точка зрения ясна. Идем дальше. Стеша, вопрос в эфир. Как вы считаете, можно ли с помощью волновой генетики изменить группу крови? Читала где-то. Истинно ли это? Прям стихами говорит. Ну, я вот, девушка умненькая, спасибо девочке за вопрос. Мы-то не девочка, мы-то уже взрослая женщина, не знаем. А вот вопрос очень-очень интересный. Дело в чем? Дело в том, что вот я с Петром Горяевичем, фу, господи, Петром Горяевичем, с Петром Горяевичем общался. Вот, я вышел, я сейчас занимаюсь именно вопросами бессмертия человека. И я вышел на информацию по разным источникам, что на Земле сейчас существует два вида крови. Одна на основе меди, знаете, да? Голубая, так называемая. Другая на основе железа. И еще, возможно, кровь на основе золота. И если кровь будет на основе золота, то тогда человек действительно становится физически бессмертным. Раковая клетка, она бессмертна, потому что она из организма вытягивает золото, все золото. Я не буду сейчас в эту тему вдаваться, очень детально, в общем-то. И с помощью линвистико-волновой генетики можно изменить не только группу крови, но и состав крови. По поводу группы крови, был интересный момент у нас, в общем-то. У меня проводил свадебный ритуал, одну паре. У нас есть наш свадебный ритуал языческий. И у него была вторая группа крови, а у нее третья группа крови. Когда мы провели ритуал, ее немножко мутило. Какое-то время потом пришла в себя. Когда она пошла в больницу, выяснилось, что у нее вторая группа крови стала. Анализ делали несколько раз, потому что ничего не могли понять. А у нее везде, ей уже, девочка уже, ну, ей уже под 40, если даже, по-моему, за 40 не погнал. У нее везде, в юный клет, прописано, что у нее третья группа крови. Через 34 недели после ритуала, она пошла в больницу, вышла на группа крови вторая. И никто не понял, почему это произошло. Но это произошло после ритуала. А ритуал там тоже создать определенное поле. Прошла некая взаимная подстройка мужа и жены. Вот. И у них возникла единая группа крови. Мужняя вторая. Вот. Живут, радуются, блаженствуют. У них все же 4, по-моему, детей. Так что это реально. На моем опыте, в моей практике это было. И можно кровь сделать с помощью лингвистика, волновой генетики. Когда я писал, беду-беду, вот эту идею, по поводу золотой крови, он сказал, хорошая идея. А вот, а потом я налил много информации, сказать, в общем-то, о том, как это можно сделать. И сейчас мы будем на эту тему думать. Вот. Так что, в принципе, с помощью лингвистика, волновой генетики, можно изменить всего. И группу крови, и состав крови, все что угодно. Потому что поле определяет состояние вещества. Прекрасный вопрос. Спасибо, девушка, за этот вопрос. Отлично. Ну, вот видишь, позитивчик же умеешь вносить в эфир. А то все прям прониск. Да нет, нельзя это сладенькое. Надо и перчик, знаешь, немножко так посыпать. Вот так. Недавно пересматривал, тут знакомый, оказывается, не смотрел фильм, «Быкновенное чудо». Замечательный фильм. Вот. И я говорю, ну ты не смотрел? ну дай посмотрю. Это пересматривали, и там такой персонаж-охотник, да? Ты прежде чем ругать, сначала похвали, а то у меня работа нервная, застрелить могу. Ладно, Григорий Врачев. Здравия тебе, Юрий, если ТВ и радио это генетика волновое оружие, в чем я, в общем-то, не сомневаюсь, как нам, русскому народу, еще до сих пор удается быть более-менее в рассудке и сопротивляться этому? Да, которые наши коды древние генетические, извините меня, а вот так называемая загадка русской души. Ведь мы-то идем, скажем так, своими корнями уходим в коренных жителей земли. На земле существует две популяции. Одна подошла от белых богов земли, пишут и славяне, и китайцы. Это вот мы, люди, русские, мы ближе всего к ним. А другая, она создавалась искусственно, это описано в древнешумийских текстах, как людей создавали. И сейчас ученые видят, что это описывается чисто генной инженерии. Вот эти две популяции борются. И вот эти искусственные люди пытаются победить естественных людей. В общем, естественные люди, это не только расовая принадлежность, и не столько. Это суть человека. Наличие совести и отсутствие. Там, где господствуют главный принцип выгода, полулюди, полуживотные. А там где совесть, там человек. И тут уже не важно, какой цветик кожи, если есть совесть, ты человек. Так дела. Так вот. Так вот эти самые древние корни, плюс там мускович, отмечено неоднократно, что этические моменты русским что-то приходит на помощь. Говорит о том, что мы не одни, и в этом противостоянии сил, за нами стоят наши боги, за ними другие боги. И вот эта борьба продолжается. И после сегодняшнего выстроения уступления Путина, где он рассказал о том, какое оружие, после чего 28 возбудили Трампа ночью, я понял, что мы опять вырулили с помощью богов наших. И знаете, когда у нас есть такая игрушка русская, Ванька встанька. Как ты ее не клади, оно встанет. Так что нас сложно победить в силу того, как мы устроены и генетически тоже. Ты мне анекдот напомнил. Я теперь сплю как младенец. Это как? По ночам кричу и просыпаюсь мокрым. Когда будили несколько раз кое кого. Ну ладно, хорошо, идем дальше. Олег Синюков. Реплика в эфирах. Схожая благодатного огня, схождение благодатного огня происходит с помощью двойного купольного генератора, а запускает процесс генерации холодной плазмы священник с помощью произнесения ключевого набора молитв. Нет магии, есть понимание процесса. И, кстати, группу крови здесь подтверждение. Мои сестры тоже была группа вторая, а теперь вот первая Елена нам написала. Ну так вернемся все-таки к реплике про схождение благодатного огня. Скажешь что-то или дальше пойдем? Не, ну ежели там все сделано реально, вот сам процесс, когда писает молодой человек, он абсолютно физичен и реален. Это и есть магия. Но это научная магия, понимаете, о чем речь. о чем речь, о чем речь, о чем речь, о чем речь, И подошел именно к научной магии. А с помощью научного знания можно совершать магические какие-то действия. И то, что попы это делают и делают грамотно, замечательно, просто они устройства используют для того, чтобы создать для людей видимость чуда, хотя это не чудо, это физический процесс. Говоря опять же работам этих наших ученых, я стал понимать, короче, я перечислял, я стал понимать физичность мистических явлений. Я понял, что нет мистики, есть другая физика или есть еще непознанная физика. Вот об этом речь. Спасибо. Отвечу. Понятно. Ну, я не буду ничего рассказывать про варианты белого фосфора или что-то другого, которое воспламеняется на воздухе, потому что не будем сейчас углубляться. Кому интересно, смотрите, мы сейчас говорим про именно такую высшую математику, высшую физику, высшую химию, которая связана именно с чем-то более высоким. Идем дальше. Павел Боков. Вопрос эфир. Как влияют матные слова на гены и как защититься от тех, кто общается матными словами, то есть говорит на них? Ну, проводил же эксперименты, вот один японец проводил эксперименты с водой, и там, где была матерная речь, там, где была речь гармоничная, красивая, снежинки приобретали форму очень гармоничную, а там, где был мат, перематый, там, где был рог, тяжелый, все прочее, там была очень такая кривая, косая структура вот этих вот снежинок. действительно, мат, он влияет негативно на состояние человека, но одно дело, когда вы произносите, другое дело, когда при вас это произносят, а ежели вы пропускаете это мимо ушей, это на вас никак не повлияет, ежели вы будете на это возмущаться, это вас за день. Каждый человек живет как он может и говорит на том языке, на котором он может. И здесь не нужно этих людей осуждать, это их проблемы. Установлено, что когда слишком много мата начинает склеиваться там эти какие-то эти каналы мозга, и человек тупеет от мата. Вот. Была такая шутка хорошая, о том, что есть мат, а есть диамат. Мат знает все, но делают вид, что не знают. Диамат не знает никто, но все делают вид, что знают. Но оба являются могучим оружием в руках пролетариата. При этом мат в некоторых ситуациях он очень эффективен, знаете. Бывают ситуации, когда ситуация не решается без мата. и именно как оружие его используют спецслужбы. Есть засекреченные работы научные по использованию мата. то есть это вещь такая, язык многослойен. Мы не можем описать какие-то его проявления, но грамотно использовать это и другое вполне возможно. И иногда наша любимая мантра истек букву, она кажется очень хорошей защитной мантрой против кого-то. Когда человек обычно говорит кому-то «Иди ты». И это помогает и воздействие снимается. Вот тут неоднозначный ответ. А так бы я сказал. «Иди ты в душ». «Иди ты в душ». Хорошая мантра. Помойся заодно. Но на самом деле здесь же надо понимать, что даже в столь высокой интеллектуальной игре, как шахматы, окончательное слово всегда мат. Если договориться не сумели. А так вообще надо же разбирать. Матерные слова это то, что позволяет продолжать род. И поэтому они должны применяться к месту. Есть ругательные слова, есть бранные слова, на поле брань. Конечно. Поэтому здесь я сказал бы так, что здесь более все однозначно, если вы понимаете суть происходящего. Если вы на бранном поле, то тогда матерное слово для вас будет являться подкреплением, потому что понятно, откуда оно пошло. Это ваше родное. А противника вы можете этим бронить, и можете его ругать и бить. И вот тут тогда вы можете у него силу отнимать. Почему когда наши в бой шли, русские ребята, они с ветерком до мастерком до матерком шли. Потому что с одной стороны кричали слава Сталину, здравствуй Сталину, а с другой стороны сразу же добавляли туда подкрепительные слова. То же самое и на Чеченской войне, то же самое и в Афганской войне. Да везде это все проявляется одинаково. Когда человеку тяжело, он кого вспоминает? Маму он вспоминает, родителей вспоминает. Это матерные слова. Но опять же, для него это будет подкрепление, для него это усиление его жизни основы. А для врагов понятно, что это такое. Так что во все времена, когда матерные слова применяются, они применяются по месту. А вот те, которые разговаривают на этом, они сами не понимают, что они делают. Они разрушают и себя, и свое окружение. Будьте осторожны. Это сакральные слова, их надо применять к месту. А не размахивать этой фигней, как какой-нибудь расстегнутый ширенько и махает направо-налево. Ну, это же бред полный. Таких люди обычно в стихушку убирают. Еще один моментик. Если человек слишком уже, скажем так, общается на таком слишком уже очищенном литературном языке, он тоже тупее. И когда он сталкивается с ситуациями нестандартными, он теряется, он не знает, как себя вести. У него нет слов для выражения, то есть ситуация, возникает. Вот интеллигенция, она очень, скажем так, ведет себя часто очень как-то как-то растерянно в ситуациях хамства. Она не может как-то ответь. То есть в любом случае, когда человек говорит на матерном языке, он тупеет. И когда человек слишком кастрирует свой язык, он тупеет. Он будет не готов к новым вызовам. могут возникать в его жизни. Я бы так сказал. Хорошо сказал. На мой взгляд, интеллигент должен быть всегда боксером. Потому что если заканчиваются слова... Сказать конкретно, когда чего надо. Иногда у меня были ситуации, я не использую эту вещь для общения. Были моменты, когда я говорил конкретно человеку, куда и как ему идти. Он спокойно шел. Пока я с ним общался на литературном языке, он лез самец кулаками. Ну что в этом как его господи, джентльмен удачи. Помните, он редиско там пасть моргал выглянулся, так бы сразу и сказал. Но если люди понимают только такую речь, они другого не понимают. Так что здесь нужно понимать где ты, с кем ты, и как с кем уже разговаривать. В общем-то момент тоже непростой. Ты помнишь еще фильм поминут джентльмен удачи, в бой туда одни старики, когда его на мессершмидте сбили, и на него кидался да, ах ты гад, да я же свой, ах он сейчас на, так на форму, на форму, ах еще форму, ах ты, как в пачку дал, он кажись свой, все дошло, все свой, разобрались. Ну да, и в пятак ему, все, тут кувырнулся пару раз, в воздухе даже чирикнуть не успел, но зато дошло, сразу дошло свой, понятно. Да, Виталий Микеров, реплика в эфир, влияние идет друг на друга, с этим не поспоришь, вопрос только как-то есть, что он из этого извлечет. Ух, как он написал прям так, завернул-то. Ну ладно, идем дальше. Стеша, вопрос в эфир, РПЦ имеет отношение к волновой генетике? Конечно, вы понимаете, когда храмы все на какой-то праздник включается и там Южесину не беседа кучиться, металл и кивиков, аминь, и все прочее, создается волна по всей стране, она прошибает все окна, двери, стекла, она входит в каждый дом, и она несет именно вот эту информацию себе. Был у нас момент, когда мы проводили ритуал наш спиральный, ходим как сонные мухи, думала, что это такое, на часа полтора затянули подготовку, смотрю, вдоль земли идет мощный серебристый поток энергии серебристой, а вот энергия луны, думаю, откуда она взялась, фомех нет, а вот эта вот энергия, она просто вышибает, лунная энергия, она сильно блокирует мозг, вот, и тут я вдруг вспоминаю, у нашей ритуал спал с Пасхой, в этот момент включились все храмы, возникло вот это поле по всей нашей земле, который стал блокировать и туплять практически людей, вот это принципы лингвистико-волновой генетики, это любая религия, иудаистские эти синагоги, там то же самое, они там что-то читают, постоянно читают, читают, это создают поле, и мусульманские, любой храм действует по принципам лингвистико-волновой генетики. Ты так тут это запел, я уж хотел тебя спросить, по субботам батюшкой не подрабатываешь в соседней церкви, нет, а то как-то так процитировал. Я когда был студентом, у меня купил диск «Портестное пение 16 века», вот это вот церковное «Портестное пение», изумительно ребята пели, изумительно просто, я слушал, мне было там 25 лет, молодой, я плакал именно от красоты, понимаешь, я каждый день это слушал, я заучил многое наизусть, а потом пел, выходил в общаге в коридор ночью, там, когда все темно, когда свет погаснет, в общем-то, почему-то, начал петь «Эй, же си на меси», а там басом таким, так что я это, знаю немножко это пение. Понятно. Зоя Кукова, вопрос в эфир, почему разрушительная сила в виде худой молвы всегда сильнее и быстрее доброй мовы с точки зрения лингвистика волновой генетики? Ой, я вот коснусь одной темы не очень приятной. Достоевский как-то говорил о том, что в несчастье других есть что-то радостное для каждого из нас. А Пушкин сказал, мы все глядим в Наполеоны, да у многих тварей миллионы, для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно. А вот в наших душах у подоляющего большинства людей вот есть что-то поганенькое, уж извините, и мы легче видим что-то плохое, чем хорошее. Хорошее мы в жизни видим мало, плохого много, и в силу того, что плохое создает это поле вот к нас, и души наши портятся. И нам проще поверить, что эта девушка гулящая, чем она порядочная. И нам приятнее бывает, что она гулящая, а когда порядочная она, это начинает злить, как же так, в общем-то, что все непорядочные, а она непорядочная. И хочется делать какие-то непорядочные. Это вот так душа наша устроена. Поэтому мы верим худой молве, а доброй моби не верим. Это проблема серьезная. И вот на этом качестве людей строятся все так называемые цветные революции, кстати сказать, используя именно вот эту гнильцу в наших душах против нас же самих. Это грустно. Да, это грустно, интересная версия, я немножечко тоже сейчас скажу. Дело в том, что каждый из нас переживал какие-то страдания, мучения и так далее. И есть у наших телес такая особенность интересная, имеется в виду у мозга, у подсознания, запоминать яркие реперные так называемые точки острой радости или боли. И вот когда что-то печальное происходило с вами, вы это очень быстро улавливали, ваш мозг это запоминал и акцентировал, это воспринимается сразу и резко. Вот напомните только, сразу картина всплывает, как там кто-то вас сбил, может быть, или оскорблял, или что-то отнял, или мало ли что, какое-то переживание, боль очень сильная. И поэтому, когда кто-то говорит что-то плохое, то в этом случае это плохое с подстройкой вот этим образом очень просто в этом мире прорастает. Потому что он сразу в облик, ну как в бытовой магии, он сразу и образ, и все транслирует, и оно сразу прорастает. А вот доброе необходимо культивировать, надо создать этот образ и так далее. Это чуть медленнее процесс происходит. Это как розу взращивать. А сорняки они сами растут. Поэтому дурное это дело нехитрое. И поскольку страданий много в этом мире, то человеку проще представить себя, если красивая девушка, сказал Юр, что она шлюха, ему проще это представить. Ну красивая значит шлюха. А вот то, что красивая может быть от природы и что не шлюха, у большинства, с которыми смотрелись Дом-2 или каких-то картинок гламурных, у большинства не появляется такой образ. Просто это вложили, вкладывают в нас, это заложено вот именно всякой там телевизионной дрянью, какими-то разговорами, досужными и прочее. Учитесь доброе культивировать, учитесь доброе проращивать и тогда мир начнет меняться и тогда меньше станет этого всего, о чем написала Зоя Кукова и нам всем станет лучше жить, мне так кажется. Знаешь же, у меня другая проблема. Я чаще верю в доброе и поэтому иногда получаю пиндолей хороших и видишь грязь и не хочется иногда ее видеть и начинаешь сам выдумывать, что это не грязь или это грязь, которую можно убрать и ты веришь человеку, он тебя кидает. А тут тоже косячок такой не очень приятный возникает. Можно верить в доброе и в общем-то пролетать с этим добрым очень серьезно. Можно верить в плохое и не пролетать когда ты заранее готов к плохому. И еще такой момент был забавный. Когда Сократ шел со своими учениками, мимо пошла эта гитера сказал, я сейчас пальцем поведу и они все падают за мной. Он сказал, конечно, ведь ты видишь вниз, а я вверх. Вот верить плохое это идти вниз, верить хорошее это идти вверх. Ну, видимо, надо быть более объективным в жизни и уметь видеть и хорошее и плохое и не закрывать на плохое глаза. Это однозначно. Ни в коей мере даже не думаю о том, что надо как-то однобоко жить. Надо жить всесторонне в нашем ведическом представлении. Мир цельный. И нельзя на что-то закрывать глаза, где-то на что-то широко открывать. Надо видеть все сразу. Просто каждый выбирает по себе. Вот ты правильно сказал. Шлюха обращает внимание на что-то привлекает к чему-то. И вот это проще ухватиться за то, что там внизу. Ты же видишь, а вот попробуй взрастить себе что-то доброе. Вот это и есть ведический путь самосовершенствования, который каждому необходимо пройти. Но часто именно нас цепляют за что? Какое-то грубое слово, какая-то эмоция, кто-то понул, толкнул, подумал что-то и так далее. И показал, что-то в конце концов. Это вытягивает людей. Да, беда такая есть. Но давайте все-таки будем розы взращивать, а не сорняки. Сорняки, они и так растут. И слава богам, что они продумали все, чтобы сорняки сами плодились. Уже за сорняками нам ухаживать не надо. Где надо, они сами вырастут. Идем дальше. Хотя розы тоже с шипами бывают, имейте в виду. Андрей Чернов, вопрос руной полевой структуры от Юрия Ларичева часто сравнивают с полевым геномом Горяева. Благодарю. Ох, какой вопрос. Я не знаком с этой информацией. Не могу прокомментировать, я с этим не сталкивался. Хорошо. Зоя Кукова следующий вопрос нам задает. Любовь тоже волновая генетика? Еще какая, господи. Это такая, любовь это огромная сила, огромная энергия. И вы посмотрите, как превозовую превозовывается влюбленный человек. Понимаете, в общем-то, идет полное изменение. У нас был один мальчишка, злой, противный, наглый, хамоватый. А он у нас тут в наших местах, в общем-то, на семинаре он был. И тут смотрю, что-то он ходит такой, глаза другие, поведение другое, глаза светятся, сердце открыто, тут что-то с ним, блин. А он влюбился. Полное преображение человек. Трепетный такой, стал такой. Само собой, это тоже волна определенная, это энергия, это определенные вибрации, меняющие человека. Прямо песенка. Так объединились детские сердца, так узнала мама моего. И мальчишка-хулиган стал хорошим человеком. Ну да. А как ты там сказал про Господи, да, я сразу вспоминаю, как в анекдоте, когда сидели там, разговаривали атеист с неатеистом. Ну, атеист доказывает, доказывает неатеисту, верующему, что Бога нет, а тот все равно там, да, вот этот, стирает. Он говорит, ну какой же ты тупой, Господи, ну нет же Бога. Зоя Кукова, или как это еще тоже, когда умирает, такой атеист закоренелый, все уже чувствует, все, последний вдох уже сейчас уйдет, идет и так шепчет, ну наконец-то я тебе докажу, что тебя нет. да, да, Зоя Кукова, последний вопрос сегодня читаем в эфире, техномагия, в кавычках, сегодня это виток новых войн, опять гибель очередной цивилизации, разве человечество сумеет вовремя прозреть на краю гибели? Что-то вы нас, скажем, пропасть это подталкиваете, девушка, вот, это же мы решаем, в конце концов, где мы будем на краю гибели или прекрасное удаление, в общем-то. Сейчас вот мы вошли в фазу крайнего противостояния, сейчас тот мир, который раньше кого-нибудь сюда подталкивал, для того, чтобы нас уничтожить, Россия, это хранитель мирового равновесия, это было и в Скифов, в Скифове себя считали избранными, их хранителями мирового равновесия. Если уничтожить Россию, земля погибнет. Вот. И вот сейчас вот эти ребята, которые всегда действовали из-под тишка, сейчас вы вынуждены идти прямо уже на нас. Вот. И сейчас и будет решаться, как оно все произойдет. И с помощью английского генетики, с помощью правильно организованного слова и правильно направленного можно ситуации изменить как к лучшему, так и к лучшему. Помните, я вна вбрать, а внизу слайд, это мы. Мы можем как я в Нави-то, чаши весов, ну и брать, как вот это вот, на чем эти чаши двигаются. А Слав подкидывает или на чашу Нави что-нибудь плохого, или на чашу Яви. И репетесты это все уравновесить через праздник. Все зависит от того, кто будет лучше молиться, скажем так. Сказано, Махабхарати, сидит Брахма на небесах, там далеко, во Вселенной, во Вселенной. Смотрят на землю и смотрят, кто ему лучше молится, демоны или боги. Если лучше молятся демоны, он им дает власть. Если лучше молятся боги, значит им дают власть, а если лучше молятся люди, то им дают власть. И если сейчас на земле вот этот бардак, грязь и войны, значит темные лучше молились, пока белые на земле просто жили и кайфовали. Не надо забывать, человек рожается должником, как сказано о Махабхарате, и он должен совершать священные ритуалы, вести умеенный образ жизни, оставить потом, создать долго человека. Но у нас сейчас осталось только одно, оставить потомство. Жрём три горла и о богах забыли. И о боге, и обо всём. И поэтому те же иудаизмы, те же евреи, которые мы очень все не любим, скажем так, они хорошо богу молятся. Заметили, как они молятся в священнагогах? Заметили, как мусульмане молятся в своих храмах? А где мы молимся? Кому молимся? О том, будем орать, что нас несчастных кто там обидел? Не надо бога забывать, не нужно забывать свои обязанности в совершении священных ритуалов, тогда и жизнь изменится. Согласен. Ну что ж, все вопросы мы с тобой озвучили, реплики прочли, и приходит время заключительной части нашего сегодняшнего эфира. Пожелать что-то нашим радиослушателям и зрителям доброго, светлого, вечного, то есть подвести такую черту уже окончательную под всем, что было сказано сегодня. Пожалуйста. Ну я что пожелаю, господа, учитесь речи человеческой. Как-то я читал Афанасьева, есть у него великолепная книга, трехтомник поэтического, извиняя, славянной природы. А это он пишет, чем глубже погружаешься в изучение русского языка, тем более уделяешь его богатство и совершенству. Чем ближе к нашему миру, к нашему времени, это конец 19-го, тем более простой и более примитивный язык. Когда я читаю книги Афанасьева, я их читаю как чудо, чудо русского языка. А сейчас, извините меня, когда в школу наши либерасты хотели внедрить книги современных авторов с матом, чтобы ученики это изучали в школе, вы понимаете, что они из них хотели сделать. И нужно понимать, что произнесение слова это очень большая ответственность перед миром. И поэтому богатыри молчали, когда говорили, тогда говорили. Вот. И я вам советую всем познавайте язык русский, познавайте русскую поэзию, познавайте гимны богам нашим, читайте их. Читая гимны богам, славя их, мы создадим волну очищающую. Поймите, любое религиозное действие это создание некой лингвистики волнового поля какого-то, в котором начинает формироваться человек и человечество тоже. Если мы будем знать русский язык, если мы будем знать своих богов, если мы будем совершать им славы постоянно и регулярно, красивым русским языком и красивые гимны, если мы будем совершать ритуалы на огне и так далее, мы будем создавать это поле, которое преобразит наш мир. И только таким способом можно мир изменить. Петр Петрович он раскрыл этот закон, этот механизм, этот способ, который существовал до него, которым пользовались раньше, не очень понимая, как он работает, он раскрыл механизм, говоря с ребенком, говоря с мужем, женою, говоря с матью и сосом, говоря с друзьями, говорите красиво, старайтесь говорить интересно, для того, чтобы говорить красиво, читайте русских поэтов, там изумительная совершенно словесная вещь, и только говоря, говоря нормально, красиво, по-русски, русским языком, красивыми оборотами, мы можем заполнить это пространство позитивным, изменяющим все, в лучшую сторону полем. Вот это я всем советую. Ну что же, добрый совет, добрый, я присоединяюсь с полностью твоим словам, и мне остается только в заключении от себя сказать, что сегодня по одному из временных календарей, 1 марта 2018 года, четверг, друзья, поздравляю вас с первым днем весны. Ох, зима, конечно, дело хорошее, но деда мороза можно посылать далеко и надолго, до следующей зимы. И 40-й день месяца вьюг и стужа, 7500 26 лета, седмица по одному из старинных календарей, день храма души, праздник такой, тех, кто празднует по этому календарю, поздравляю. А также напоминаю, что сегодня в эфире рассматривалась тема «Техномагия Петра Петровича Горяева». Автор-сказитель, докладчик Юрий Вениаминович Гомонов. За что тебе, Юрий, низкий поклон. Очень приятно было с тобой пообщаться. Послушал я очень много интересного, в том числе и для себя. Надеюсь, наши зрители, слушатели для себя что-то интересное вынесли. Как говорится, приходи почаще, приноси побольше. Буду рад с тобой общаться. А на этом я заканчиваю наш сегодня и всего лишь эфир. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть. Всех благ. Всем благ. Народная славянская радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова